Приветствую вас, и для начала я бы предложил вам ретроспективу, то есть это заново пережить те эмоции, которые были у вас в детстве, дабы вновь прошить эту ситуацию, в которой вы были, чтобы, значит, пропустить через себя все ощущения, которые были у вас тогда, и извлечь из них некие правильные выводы, которые могли бы помочь вам реализовать себя в современном обстоятельстве, в вашем настоящем. Значит, вы, как ребенок тогда, слабый, недошибный ребенок, очень сильно впечатлились тем, что вас обидят, и впечатлились тем, что вас никто не пошелел, и никто не успокоил. Конечно, отдельный вопрос, почему вы вообще ждали, что вас кто-то пожалеет, отдельный вопрос, почему вы ждали, что кто-то зайдет, а не сами пошли, например, к маме, и не рассказали ей про ситуацию, или, например, почему вы не посчитали, что ситуацию с детьми нужно решать вам самой, что не нужно жалеть, что вы сами строите отношения с людьми и так далее. Здесь, я полагаю, имеет место быть определенная аномалия в детско-родительских отношениях, здесь, я полагаю, нужно разобрать детско-родительские отношения, чтобы понять, как вы позиционировали себя по отношению к ним, к родителям, как родители позиционировали себя по отношению к вам, и тем самым, как бы, ну, приди к такому более-менее четкому пониманию этого вопроса. Далее. Далее. Обидели вас подруги. Давайте подумаем, почему дети вообще обижают друг друга. Вот чем обусловлена обида друг друга, детей. Дети вообще очень жестоки, вы об этом знаете, наверное. Потому что моральных норм у детей, как таковых, еще нет. Нету сдерживающих факторов, нету понимания того, что правильно, а что нет. И обещают они вас тем и потому, что, во-первых, задевает вас, и, во-вторых, дает им почувствовать себя высшего, лучшего, в более выгодном положении, чем вы. И вот в этом скроется весь механизм обид. Вы говорите о том, что коллеги, коллеги могут нагрубить, а коллегам плевать на ваше мнение, на ваше хорошее к ним отношение и так далее. И давайте спросим себя, зачем людям грубить другим, чтобы почувствовать себя лучше. Зачем люди оскорбляют, унижают, принижают других людей? Для того, чтобы сами почувствовать себя в более выгодной позиции. Почему они хотят почувствовать себя в более выгодной позиции? Потому что у них есть дефицит какого-то блага, которое они недополучают и пытаются дополучить вашей помощи. Точнее, через вас. И отсюда такое поведение. Ни один счастливый человек, ни один человек, находящийся в гармонии с собой, никогда не обидит другого. Ему это просто не нужно. Я имею в виду взрослого человека. Вот взрослый человек никогда не обидит другого вообще. Потому что если у него все хорошо, зачем обидать? Откуда браться негативу? Негативу браться неоткуда. А значит и нет таких ситуаций. И это первое, что нужно понять. Те, кто обижают, это люди, которые находятся в определенном дефиците. Дефиците благо, дефиците счастья, отсутствие гармонии с собой и так далее. То есть этих людей что-то стимулирует на то, чтобы вас обижать. Но проблема в том, что делать не в вас. Вы думаете, что обижают лично вас, но в действительности обижают не лично вас. Будь на вашем месте кто-либо другой, а будь на вашем месте какой-либо другой человек, его бы точно так же обижали бы, как и вас. Почему? Потому что, если людям нужен кто-то для обид, если людям нужен кто-то для того, чтобы самоутверситаться, то то ответственно личность такого человека роли особой не играют. Вообще, важно, чтобы этот человек, ну, просто соответствовал определенных требованиях. То есть, речь идет о требованиях, о требованиях каких, о каких требованиях идет речь. Чтобы человек всегда удалял себя виноватым, чтобы человек там всегда шел мириться, например, да, и так далее. То есть, чтобы человека можно было использовать для достижения как раз-таки своих целей. Про цели людей мы уже сказали. Теперь давайте попробуем так. Вот вы пишите о том, значит, что вас обещают что-то, что эти люди делают. вас обещают, что вам могут нагрубить, вас обещают, что вам там могут уделить, к вашему мнению не присутствуют, и так далее. Что значит обида? Ну, что значит обида вообще? Обида, означает, что вас что-то задевает в поведении людей. То есть, вам неприятно то, как вам относятся. Это вас задевает. А задевает то почему? Задевает потому, что вы чувствуете, вы чувствуете. И что в некоторой степени это правда. Люди относятся к вам и грубят, потому что вы сомневаетесь в себе. А вот почему вы сомневаетесь в себе? Это главный вопрос, на который нужно искать ответ. Сомнения в себе у вас были еще в детстве, когда вы плакали и ждали, что вас пожалеют. То есть, кто-то решит за вас ваши проблемы. А ведь проблемы с детьми, вы, будучи ребенком, вроде как решаете сам. Но такого понимания у вас не было. И это значит, что родители ваши по какой-то причине не внушили вам безусловной любви к себе. Не внушили вам того, что нужно защищать свои интересы. Не давать себя в обиду, отстаивать себя, уметь дать отпор в случае, там, грубого обращения и так далее. Почему родители этого не сделали? Нужно разбираться, а вам необходимо бороться с неуверенностью в себе. Так. Ну вот, для начала определите сферы, в которых вы не уверены в себе. Определите свои недостатки, свои слабости. И подумайте, какие из этих слабостей можно купировать, можно минимализировать, можно убрать. А какие являются частью вас и продолжением ваших достоинств, ваших плюсов. Соответственно, те недостатки, которые можно убрать с помощью задач. То есть вам нужно будет сформировать для себя определенные задачи, которые будут образовывать цели. И начать свою деятельность по достижению, выполнению этих задач и целей. Когда вы это сделаете, сомнений в себе будет меньше. А те недостатки, которые являются частью вас, которые являются продолжением достоинства, оборотной стороной достоинства, нужно принять безоговорочно, безусловно, не стыдиться их, не пытаться их убрать, не пытаться их скрыть. Наоборот, вы такая, какая вы есть, есть и такой себя вы любите. И вот в этом плане вам нужно двигаться. Если вы будете принимать себя, если вы не будете считать, что вы слабы, если все свои негативные моменты вы или купируете, или будете активно это делать, то и возможности для того, чтобы вас обидеть не будет. А станете вести себя более уверенно в себе, не позволите себя обижать, будете давать отпор, достойно отвечать людям на их агрессию, у них и выбора не останется, кроме как к вам прислушиваться и с вами считаться. Наконец, что мне еще хочется сказать. Коллеги, которые к вам относятся плохо, если это мешает вашей работе, то есть, если влияет на рабочий процесс, вы имеете полное право обратиться к руководителю, к начальнику и прояснить с ним эту ситуацию. Это ваше право как человека вправдать зашвиты своих же интересов. И тогда люди будут по крайней мере знат, что вы не остановитесь ни перед какими средствами, чтобы защитить свои интересы. Касаемо ситуации в детстве, я бы добавил еще так. Определенно у вас образовался комплекс. Либо комплекс покинутости, то есть, что вас никто не поселел, никто к вам не пришел, не успокоил. Либо комплекс неуверенности в себе. Ну, то есть, когда вас обидели, вы это долгим образом не выразили. Соответственно, вам желательно бы это воспоминание как можно лучше воссоздать, заново его пережить, правильно его понять, извлечь определенные выводы, и получить истинные верные понятия относительно того, что произошло тогда и увидеть нечто общее с тем, что произошло тогда и с тем, что произошло сейчас. Вот коллега вам, например, сказал так, что вы тогда обиделись, знали, что к вам кто-то придет и виниться там, ну, как-то компенсирует вам вред. Сейчас вы обижаетесь, точно так же сделаете, что кто-то к вам придет и будет компенсировать вам вред. Но в действительности, кроме вас, это как тогда, так и сейчас никто не сделает. А вы делаете это в ущерб себе. Возможно, цепляясь за этих людей, возможно, боясь их потерять по той или иной причине. И получается так, что та же причина следственных связей между элементами, между ключевыми элементами ситуации, что была в детстве, повторяются и сейчас. Так вот, эту причинно-следственную связь, основанную на ассоциациях и на долговременной памяти, необходимо разбить, чтобы одно вы не путали с другим, просто по причине контекста дерзких воритоминаний. Чтобы было понятнее, о чем я говорю, я вам привели такой пример. Вот, в детстве на вас кричали, и после этого вам было плохо. Ну, то есть, вас кричали с чего-то, да, вас там как-то наказывали и так далее, и так далее, и так далее. И так продолжалось очень долго. И теперь во взрослом состоянии, когда на вас кричат, также ожидайте чего-то плохого. И, ожидая чего-то плохого, и естественно не желая, чтобы это, что-то плохое, произошло, вы делаете все, что вы желаете одобрить, тем самым унижаясь перед ним. Но проблема заключается в том, тонкость, момент ключевой заключается в том, что во взрослом состоянии, после того, как за вас накмечали, например, плохо вам, так же, как в детстве, не будет, потому что наказывать вас, так как в детстве, никто права не имеет. И вам нужно сначала понять, почему вас наказывали в детстве, чтобы иметь истинные представления, истинные понятия об этом. А потом, определить для себя через эти понятия, через эти представления, чем отличается ситуация от детской в настоящем времени. И понять, что в ней вам нужно вести себя по-другому. И когда вы поймете, а также определите для себя, почему вам нужно так поступить, почему вам нужно именно так поступить. вот когда вы для себя это поймете, вы сделаете первый шаг к тому, чтобы поступить иначе. И ощутив, что ситуация действительно не повторяется, а она другая, ощутив, что та модель поведения, которая в детстве была для вас единственной, во взрослой этой жизни уже может быть другой, и ощутить, что эта модель поведения более эффективна, чем та детская, вы будете так поступать. И поступая по-новому, вы будете ничем не уступать другим людям. А значит и позволять обижать вас вы точно не будете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! 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 Удачи!